МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть Дела. Министерство обороны Польши выступило с весьма экзотической инициативой. Стратегические, по его мнению, предприятия теперь должны будут представлять ему финансовые отчеты и получать согласие министра обороны на принятие ключевых решений. Министерство обороны Польши озаботилось обороноспособностью страны, что, впрочем, вполне логично после требований репараций за Вторую мировую войну с Германией. В третьей версии закона об организации экономики в интересах обороны министр Антоний Матеревич, который, собственно, и требовал репарации от Германии, предложил бизнесу польской Жечи Посполитой построиться в шеренгу из 15 отраслей. А именно, производители оружия, автомобили, телекоммуникационный бизнес, телерадиокомпании, фармкомпании, в общем, все, что взбредет в голову министру. Так вот, все, кого Министерство обороны Польши сочтет необходимым в этот реестр внести, будут помогать государству во время всеобщей мобилизации, объявленной президентом страны. А во время войны предоставить армию свою инфраструктуру. Но враг, как известно, не дремлет и в мирное время. Статья 13 проекта нового закона предусматривает представление в Министерство обороны каждые 6 месяцев отчетов о финансовом состоянии компаний из списка стратегических и о их оборонном потенциале. Кроме того, бизнес должен будет согласовывать с министром обороны некоторые коммерческие действия, от размеров пожертвований на благотворительность до смены юридического и фактического адреса компании. Польская палата информатики и телекоммуникации вместе с палатой электронной промышленности опубликовали обращение к депутатам Сейма Польши. Этот закон нарушает конституционные ценности, свободу экономической деятельности и права собственности. Все решения руководства самых крупных компаний страны должны будут согласовываться с министром обороны, который сможет их блокировать. Министр обороны получит возможность оказывать непосредственное влияние на самые значимые стратегические компании в стране. В проекте закона значатся около 200 компаний, которые не смогут отказать Министерству обороны в реализации оборонных заданий. Проект не предусматривает даже возможности обжалования решений Минобороны со стороны коммерческих компаний. Если бы эта новость была датирована годом эдак 1933-м и исходила бы из Третьего Рейха, все бы было понятно. Но это Европа. 2017 года. Член Евросоюза Польша. У меня лично нет никаких сомнений, что эта законодательная новелла вызовет соответствующую реакцию в Брюсселе. Польша и так там на плохом счету из-за реформы судебной системы, о которой мы с вами говорили несколько дней назад. Брюссель даже собирается ввести санкции против этой гордой страны, страдающей чувством обостренного суверенитета и независимости от Европы после получения от нее немалых субсидий, закачанных в польскую экономику. Если бы я прочел эту новость не в польской прессе, я бы подумал, что это очередная фейк-ньюс из арсенала современной гибридной войны. Но информация, к сожалению, подлинная. А это заставляет думать, что правящая партия Польши, право и справедливость, окончательно сошла с ума. Мне, как человеку, хорошо знающему, и не скрою любящему эту страну, это совершенно неприятно и неприемлемо. Теневой правитель Польши, Ярослав Качинский, бодрым маршем введет страну в пропасть. В пропасть религиозного фанатизма, крайнего национализма, ненависти к России и самоизоляции в Европе и в мире. Вся надежда на польский народ. Он всегда был на стороне свободы. Дай ему Бог победы в войне с мракобесием. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.